приветствую всех с вами сенсей заказал себе монитор какой сейчас я покажу расскажу но потрогать не дам но я и сам то его потрогать не могу придет 12 по 14 число буду ли я делать видео нужно ли будет она не знаю возможно какой-то коротенькой будет но как я проводил расследование как я искал какой монитор почему я решил поменять монитор все сейчас расскажу что и почем посмотрим цены что выбрать если на рынке рассматривать я буду только яндекс почему яндекс потому что у меня там сплит стоит и такие деньги выложить я сразу не мог поэтому мне нужен был обязательно сплит то есть рассрочка без процентов на шесть месяцев но там рассрочка если на 12 месяцев сейчас мы все посмотрим и решим что же хорошего есть у нас на рынке в двадцать четвертом году из мониторов обзор канала 5 плейлистов избранные игры софты железа в этой рубрике будет также под видео будут ссылки на все видео мониторы то есть все видосы с мониторе про мониторы про мой этот монитор который сейчас я пользуюсь амд нвидея intel но новые технологии это для избранных фанаты проходите мимо космос и полезно и справедливую все в перемешку значит софты железа все ссылки я под видео в коментах сделаю прикреплю про мониторы и последних ссылки именно про мой монитор который сейчас я уже продаю на продажу выставил за 20 тысяч рублей пока за 20 ближайшее время не хочу сбрасывать не знаю какой монитор придет значит что я сделал я зашел значит да я смотрел и на озоне сцена немножко разнятся но приблизительные цены там выбор вроде побольше но все равно всех сходится к одному к чему я первую очередь сделал отметку 2к 4к мне без надобности я уже давно об этом говорил это надо быть недалеким чтобы такие деньги в бухать 4к но разница то есть но поверьте мне не стоит она таких денег на все железки которые нужно потратить не забывайте и про ssd жку супер быстро на два три трабайта как минимум то что работает мне кажется это мало для 4к я уже не говорю о видеокартинам все я самое главное поставил и поставил дисплей hdr 1000 нит у меня дисплей сейчас которым я пользуюсь 400 нит разогнать можно до 600 нит этот конечно монитор я вряд ли буду разгонять но посмотрим откалибруем посмотрим как может быть все таки нужно будет прибавить при включении hdr он не дает 1000 нит сейчас мы все посмотрим сколько он примерно дает и какие мониторы значит мониторы вот они высветились от 33 от 30 тысяч вот этот монитор который я заказал все эти мониторы одно и то же сразу говорю все все что о них сказано характеристики это куски говна они разряд разнятся мама не горюй просто безумно разнятся но но они все одни и те же мониторы почему потому что здесь вот на 12 месяцев поэтому дороже вот на 6 дешевле я вот отметил для себя так вот видите на 6 30 тысяч вот это сплит через который я брал на потому что такую сумму выложить у меня нет таких возможностей сейчас я покажу что такое сплиты как они там делятся то тоже есть на озоне такая функция рассрочки ну кому-то удобно кому-то неудобно но я читал что там не очень хороша хороша они значит мониторы эти мониторы значит по моему двух язычные английский и китайский не знаю какой я заказал вот это я заказал не знаю там на каком чё языке есть черти знаю тут по 5 кусков надо платить вот у меня такая оплата будет на 6 месяцев по 5 тысяч но я думаю что я вытяну по 5 тысяч характеристики значит ps матрица игровой монитор игровка по высоте тысяча нит дисплей порт все тут есть все тут есть очень скромно все описано минимум минимум написано что он будет собой представлять я посмотрел несколько роликов и сейчас мы это все разберем также я хотел показать вам сравнение сравнение мониторов тоже все филами как говорится по воде все одно и то же вот этот монитор за 43 тысячи я даже не знаю почему он дороже на все тоже самое у всех возможно что-то экран какой-то другой здесь вот какие-то параметры экрана вот глубина я не могу понять что это почему такая глубина непонятно высота вот видите высота только тут напутали тут перепутано он видите даже местами перепутали вот такой такой такая говнина блядь и хер поймешь здесь 65 ватт а здесь 36 вот смотрите монитор одинаковые здесь написано лет а здесь же к здесь вообще ничего не написано никакой это не а лет я уже разбирался это название это античные что и это и цена в ров тысячи рублей не может быть такого лет мониторы от тысячи рублей но там есть тоже свои минусы валяйте почему потому что те мониторы именно для игр и для фильмов а летами лучше не пользоваться когда вы с чем-то занимаетесь именно как с компьютером то есть много ковыряетесь лазите в текстах и так далее работе с текстами там тоже есть свои нюансы почему же я взял мини мини о лет по одной простой причине подсветка она нужна обязательно чтобы поднять яркость монитора то есть подсветить экран и давайте значит пойдем дальше 30 тысяч рублей ничего нет 40 тысяч то же самое никакой разницы нет тоже мини о лет то же самое ничего никакой разницы нет выбрать больше мне нечего было да есть там еще пару мониторов троечку по моему на на озоне все тоже самое тоже также на там есть подороже 4k по моему чуть на 57 кусков что ли дороже но идентичны все мониторы вот такой монитор значит про него сейчас и пойдет речи и это популярный игровой класс 27 ки ржи ps а главное тут мини лет на 1150 две зоны при цене всего в 300 долларов с учетом что и матрица тут стоит одна из самых современных получился народный хит и претендент на титул лучшего монитора понимаю заявка серьезная разберем какие тут плюсы какие минусы они тут тоже есть отдельно я большим блоком опишу какие есть особенности и недостатки у работа локал димминга обзор получился большим если вам не все блоки интересны и пользуйтесь тэм кодами поставляется монитор в обычной коробке без изысков но сразу же встречает фишкой которая раньше была признаком намного более дорогого сегмента или отдельного под ноги это даже не интересует кнопок потом поймете зачем само меню выполнено очень аккуратно но нету доп кнопок для переключения меню такое небрежное а тут по дизайну все очень аккуратно хотя по самой структуре у меня китайской версии монитора языков мой экземпляр поддерживает только два китайский английский небольшая нелогичность меню тут есть отдельно picture mode а есть game mode включение игрового режима выключает режим изображения то есть это переключатель почти все настройки внутри режима совпадают отличаются только вот эти под режимы но или как будто бы прессе ты и у игрового режима отсутствует настройка цветовой температуры забегая вперед разница в импутлаги я не обнаружил зачем игровой режим нужен вообще непонятно можно было эти три под режима или пресс это просто сложить в picture mode и не плодить сущности может конечно есть отличие перейдем к цвету экрану коробки с монитором лежит листок калибровки на котором написано что сделана она коника 410 это промышленный цветовой анализации высочайшего уровня и цены а я за ним собрался перепроверять с простым кавариметром говорю это потому что разница в классе устройств но очень уж большая и логично трактовать все различия моих замеров в пользу заводской калибровки тем не менее проверить не помешает раньше все черты всякие какие-то пошлими у него рисунок на лице палт вот фалт это подсветка который включается какая тут разница есть он мы потеряем потеряли свет теневой рисунок на лице нашей героини это очень большая беда потому что мы видим объем вообще в жизни и на мониторе и так далее за счет света ну я не знаю чё тут кто бы что потерял черный здесь ярче вроде да в отличие от оледа который здесь отобразил просто волшебную картинку он этого сделать не в состоянии и соответственно даже в области этого светлого лица подсветка сейчас немножечко затухши и мы потеряли яркость и мы потеряли то есть есть потери какие-то потери до при включении вот именно подсветки до человек хочет что нам объяснить что подсветка вот это она плохо работает плохо работает именно без hdr то есть она без надобности если вы не пользуясь hdr этот монитор лучше не брать потому что подсветка работает отвратительно но с hdr она работает намного лучше пойдем дальше желтенький нот как в данном случае в темных сценах с темным бэкграундом опять же в игре тоже будут выглядеть у вас тускло вообще белый цвет на белый текст на черном фоне будет выглядеть у вас тускло выглядит это тоже довольно плохо и давайте уже перейдем к ответу на вопрос а нахрен тогда этот мини лет вообще нужен вот если ты вот вот рассказал нам сейчас что везде вот где его только не включил все выглядит плохо нахрена тогда вообще его придумали и все зачем и почему попытаюсь вам сейчас объяснить итак для того чтобы объяснить вам нахрена все это нужно мы прибегли к следующему в меню монитора мы включаем режим hdr данная матрица у нас может в режиме hdr светится приблизительно на 1100 нит и приблизительно 800 плюс в режиме sdr а далее мы переходим в меню windows настройки систем дисплей hdr включаем здесь галочку это все у меня есть не хочется заходить есть комбинация клавиш здесь есть такая ссылочка калибровка как-то там не очень но я с ними не согласен галочку софта hdr сняли цветов и так далее чтобы быть некрасиво довольно круто даже несмотря на то что фон и вот здесь в режиме hdr раскрывается этот монитор вот сейчас картинка выглядит довольно круто даже несмотря на то что фолт ну то есть режим затенения соответственно саму мини лет подсветку я еще не включал и уже в довесы к этому режиму я предлагаю включить фолты посмотреть что у нас из этого получится включил мини лет подсветку локальное затенение на уровне медиум сейчас у нас кстати чтоб черные цвета были прям натуральный черный натуральный белый и только это работает при hdr и вот теперь в режиме hdr и с включенным фолдом картинка выглядит действительно сочнее чем посмотрим что это будет но вариантов сейчас взять что-то невозможно натуральный 10-битный наличие фолда оледы стоит от ста десяти тысяч рублей я дешевле по моему 95 по моему 98 я видел один какой-то кинчик и с большим количеством 100 тысяч рублей да я думаю что человек если потратил на видеокарту 100000 рублей но поэтому я думаю полюбов полюбасу надо потратить 100000 рублей я считаю монитор это вообще к самой главной компьютере для глаз и так далее лучшие лучшие вещь компьютер должна быть это монитор поэтому я решил все-таки свой поменять биты все дела потому что при включении ютуба картинка стоит становится неяркая какая-то затемненная но это заслуга больше но настроить я никак не могу потому что нет таких настроек в играх я могу все настроить браузер не могу низкая яркость и поддержка hdr чуть нам на уровне 400 то я бы не рекомендовал вообще покупать такой монитор нахрен там не нужна эта мини лет ну вот я сижу сейчас на 400 ничего и не вижу не перчу все все о моем мониторе все вы найдете под видео давайте теперь посмотрим 10 бит значит 10 битной системы они очень дорогие 8 бит это просто мерзость какая-то но есть прикрутки которые называется 8 бит плюс фэрси что такое фэрси давайте сейчас разберемся посмотрим он придется заплатить больше тысячи долларов больше тысячи долларов сколько сейчас по моему не найдешь я говорю 90 когда я включая на своем сейчас мониторе я не удивлюсь что может и там есть 10 бит потому что я покупал его черт знает когда в 19-м году в конце 19-го года он довольно таки дорого стоил на это в то время в один из дорогих монитору по моему 26000 оправдывается 23 или 26 я вам хочу показать телевизор допустим это матрица матрица светится матрица стоит из пикселей точечка до которой свети то есть говорим количеством раз мы получим отец это нам не надо разбираться нам нужно и прыжу пинка умножаем между собой получаем 10 бит это 16 миллионов цветов против одного миллиарда цветов и ну как вы видели миллиард цветов написано было же но там навряд ли он есть начинает плеваться что линейка 2020 года вот такие телевизоры что большинство из них 8 битов рси а не 10 бит на самом деле сделать технологию чтобы пиксель выдавал вот такие оттенки это дорого поэтому каждый производитель с каждым годом их удешевляет почему да банальный пример если девушка спрашивает у мужчины какого цвета эта помада и он отвечает что красный а в ответ он говорит какой красный это коралловый то есть большинство людей а именно мужчины кстати не видят разницы между оттенками именно поэтому большинство брендов удешевляют в самом деле когда я включаю 10 бит у меня картинка становится в мыльной либо более мыльной так внимание просто на яркость и сочность поэтому новая линейка samsung да она яркая сочная то есть там яркость допустим 500 кандел но матрица 8 битвы с она в оттенках слабо оттенков она даст меньше чем тот же lg олс который будет 10 битный чтобы он наглядно показать я специально взял два телевизора самсунки преуспели вообще туда 80 в этих матрицах версии и lg олс 9 который 10 бит и смотрите я сделал фотографию на закате потому что как раз вот эта палитра оттенков будет видно вот на таких моментах и посмотрите у самсунга переход более жесткий но благодаря фрс и режиму вот эта линия перехода практически не видно то есть палитра цвет размазанная переходит а почему жесткий потому что сразу красная потом оранжевый потом светло-желтый улджи этот закат смотрится более мягким переходом потому что матрица 10 мыльным таким да не идти вот такой бледный переход и самое интересное что некоторые люди когда я спросил какая разница ангер ну вот самсунг ярче показывает то есть видите они не видели что да это переход это много палитры цвета много оттенков они просто посмотрели на джерри так блин бледнее показывает он среди в самсунг какой сочный именно по этому ответу что большинство людей посреди сочность они на палитру так же у нас сейчас я это телефона также делают упор на основном 8 бит и память там 4 а там все спрашивают а какой-то процессор стоит а сколько там горшков чтобы матрица была настоящая 10 бит потому что большинство людей смотрит на яркость и сочность они на палитру оттенков именно в этом разница поэтому хорошо или плохо судить вам почему это сделали потому что сделать 8 битную матрицу дешевле чем сделать 10 битную матрицу ну размазывает очень неплохо я не показал этот ролик я не нашел его мужик показывал он говорит вообще разницы нету сложно заметить но 8 бит и 10 разница большая ребята поверьте мне я это видел то есть там прям лесенки лесенки так какой вот этот нет он что-то вообще завис здесь уточеных вот надписей на темном фоне или аналогичных маленьких элементов это сейчас рассказывает что отлично вес вот наглядный пример hdr темный уровень этот монитор не очень на мини карту в угол так она выглядит при отключенного около димминге а вот я включаю его и карта резко становится более темной и блеклой возможно у вас возник вопрос нахера тогда это проблемная технология вообще нужна одни минусы же а дело в том что при активации у вас резко увеличивается контраст как вы видели в тесте от 1000 к одному при обычном режиме до чего-то типа 10-15 тысяч к одному при включенном димминге просто на видео которое я заснял на камеру и которую вы смотрите на своем мониторе скорее всего с контрастом тоже 1 1 миллисекунда там было написано 3 миллисекунды потому что когда эту хрень включаешь до одного миллисекунды картинка вообще становится говнины и сидя в темной комнате включаете около димминг в такой сцене по крайней мере у меня вот на этом сейчас мониторе которые уже видели мини карта ставить я один раз включил увидел этот кошмар и кучнику же кажется стало как будто в целом хуже на самом деле нет если отключить около димминг то есть делать обычную подсветку как обычного монитора ваша картинка станет примерно вот такой черный превращается в белесый серый общий вот это мерзость вообще я с между прочим боролся вот когда не полный ставите уже не так вы не hdr это обыкновенный и в темной комнате на мой вкус смотрится просто наглого выигрышнее чем при стандартной подсветки атмосфера гораздо круче понятно что моя синтетическая имитация очень примерно и полностью передать вам разницу который вот вы смотрите на своем обычном экране не может но надеюсь примерно понятно что я пытаюсь продемонстрировать на мой взгляд картинка в подобных сценах в условиях темной комнаты очень сильно выигрывает в целом пусть и есть отдельные элементы которые смотрятся не совсем корректно но если вы тут совсем не хотите недостатков то ваш выбор а лет мониторы у которых во первых есть свои другие недостатки а во вторых там цена где-то раза в три выше целом тут дело вкуса в конкретных играх и конкретных условиях освещения никто не запрещает менять степень димминга или отключать его вовсе если минусов вот вы видите больше чем плюсов например в 2d играх никакого толку от димминга обычно нет вообще он только мешает а вот в красивых 3d играх эффект может быть весьма впечатляющим к тому же на этом мониторе вы можете играть с hdr и это не просто будет иметь смысл но и реально улучшит картинку если вы играете с включенным локов диммингом на обычных мониторах не олед и не минилет хдр как правило не дает ничего или дает очень мало а вот на олед и минилет мониторах у которых реально есть диапазон контраста уже дает довольно прилично так как игра сообщает монитору эти самые яркости более корректно чтобы запустить игру в hdr надо ну сначала иметь игру с такой поддержкой потом вы заходите в настройки дисплея и включаете hdr и рекомендуется его откалибровать отдельный утиль контент настройка яркости в самом мониторе будет заблокирована как будет меняться картинка при включенном hdr зависит от реализации в конкретной игре передать разницу на видео невозможно запись на камеру это что вы потом смотрите у себя на другом экране безнадежно искажает все на свете то есть даже не пытайтесь оценивать по видеоряду он здесь вот просто для красоты я для теста погонял три игры и во всех играх включение hdr улучшало отработку локал димминга мне это видно было просто на глаз свет рендрился более корректно ну и как бы красиво в первую очередь это заметно на ярких объектов вроде фонарей например в киберпанке без включения hdr фонари как бы бледноваты то есть монитор не понимает тот белый цвет это яркий фонарь или просто бумажка белого цвета не очень то яркая а вот при активированном hdr фонари сразу светит ярче то есть как надо ведьмаке включение hdr наоборот фонари в темном городе не особо-то изменила зато ну так мы ничего не увидим когда показываешь издалека нет это надо самому смотреть такие ролики надо конечно все ощутить самому конечно я все равно сделал небольшой ролик и сравнение небо или земля или небольшая разница я думаю разница будет потому что 1000 на нит я думаю если даже девятьсот там чем более 800 чем то говоря впечатление такое как будто sony в своих игрок специально слегка приглушает картинку в hdr режиме чтобы в hdr смотрел изгаметно лучше и это еще в анчарта d4 на четвертой полке замечал в общем на мониторах смене лет матрицей включая redmi g pro у вас появляется опция использовать или не использовать local dimming выбирать степень агрессивности его работы и отдельно активировать или нет hdr глаза у всех разные нравится всем разное но вам в любом случае стоит поэкспериментировать в каждой игре самостоятельно и выбрать тот режим что нравится я вас ну давайте на этом закончим я думаю что вывод один нужно брать в первую очередь ваше разрешение как вы вам нужно вторая очередь это стопроцентный hdr чем выше он тем лучше то есть hdr 10 пишет сейчас 10 это значит 8 и плюс фрсси или как он там и или 10 битной и самое главное чтобы более полный должен быть то есть начиная от 400 hdr начинается от 400 600 800 и 1000 сейчас по моему даже есть до 2000 ну там штанов не удержишь я хочу сказать что монитор долл все-таки нужно думать башкой как подобрать возможно лучше взять full hd с hdr чем 2к без hdr ребята лучше взять спуститься на порядок ниже разрешение но все-таки взять с hdr потому что кто его не имел он никогда и не поимеет кто видел что это такое имела имел это то же самое что за иномарки сесть на нашу развалюху на советскую российскую машину поэтому я думаю что выбор один разрешение и hdr это главные две позиции ну и подсветка обязательно в том же числе потому что это хотя бы меня лет и то уже радует это уже радует и играет большую роль всего доброго берегите себя до новых встреч